Здравствуйте, Татьяна Викторовна, здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз представлюсь, меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь руководителем службы социального сопровождения семей. И сегодня мы поговорим с вами о методе книга жизни. Узнаем, что это такое и как с этим работать. Очень трудно расти и становиться психологическим здоровым взрослым человеком без какого-либо представления об истории своей жизни. Каждый человек имеет право на собственную историю жизни. Традиционно семья является хранителем знаний о жизни ребенка. Дети, сепарированные от семей, из которых они происходят родом, не обладают ежедневным доступом к источнику информации касательно их личной истории. Вследствие этого им труднее развить стабильное ощущение своего «я» и понять, как прошлое влияет на их настоящее поведение. Без этого знания им сложнее осуществлять осознанные выборы и брать на себя ответственность за свои поступки. Психологическое сопровождение детей-сирот и опекунских семей является достаточно молодым направлением в практике социально-психологической работы. Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, новыми требованиями и запросами общества, а с другой – отсутствием теоретико-методологического обоснования, особенностей психологической реабилитации ребенка в процессе сопровождения. В процессе психологического сопровождения детей-сирот и опекунских семей были выявлены специфические проблемы, которые для их решения требовали как их теоретического обоснования, так и разработки программы и методологического инструментария. Попадая в учреждение, ребенок фактически лишается права легитимно говорить о своем прошлом. Персонал учреждения нередко демонстрирует негативное отношение к родителям и к ровным родственникам, воспитанникам. Другая крайность, когда даже психологи, щадя чувства ребенка, могут не говорить с ним о его прошлом, опасаясь вторично травмировать, как мы говорим, разбередить старые раны. Происходит либо очернение, либо, наоборот, замалчивание важных для формирования идентичности ребенка тем. Семья, род, отчий дом. По мнению известного клинического и семейного психолога Екатерины Жуйковой, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это то место, где семейных психологов должно быть особенно много. Фактическое отсутствие рядом с детьми их родителей и родственников приводит к информационно-смысловому вакууму и повышает значимость психолога, который может стать для ребенка настоящим проводником его личную историю. В настоящее время в отечественной литературе не существует развернутого описания практической работы по воссозданию вместе с приемным ребенком или ребенком-сиротой его истории жизни. Да, и сама эта работа уже более 50 лет признана необходимой частью реабилитации приемных семей во всем мире. В нашей стране не очень развита. Например, узаконенное тайное усыновление вообще не предполагает необходимости какого-либо обсуждения с усыновленными детьми и темы их прошлого. Также многие родители, опасаясь социального отвержения, скрывают от окружающих факт того, что они являются приемной семьей. Безусловно, конечно, каждый родитель сам решает, что правильно для его семьи, его детей. Говорить или нет окружающим им, если говорить, то насколько подробно о том, что в семье есть приемные дети. Говорить или нет, и если говорить, то насколько подробно и как самим детям про их прошлое. Многочисленные сомнения и вопросы, которые возникают в связи с этой значимой в жизни приемной семьей темой, подробно обсуждаются в различных книгах. А задача нашего вебинара – сосредоточение на практических аспектах. По этим причинам авторы метода полагают, что у каждого ребенка должна быть своя книга жизни. Никогда не рано и никогда не поздно начать ее делать вместе с самим ребенком. Книга жизни предназначена для того, чтобы дать ребенку возможность понять важные события прошлого, столкнуться с чувствами по отношению к этим событиям и стать более вовлеченными в планирование своей будущей жизни. Зачастую первым шагом становится прояснение того, как сам себя воспринимает ребенок, как он понимает свою жизненную ситуацию. Это означает внимательное прислушивание к тому, как говорит на эти темы ребенок. Пока это не сделано, не будет понятно, надо ли предоставить ребенку более подробную информацию или же корректировать уже имеющее представление. Самое главное в книге жизни – то, что она является хронологией событий в жизни ребенка и помогает ему вспомнить и понять, что с ним произошло в прошлом. Кроме того, ее можно использовать для повышения самооценки у ребенка и формирования у него идентичности. С психотерапевтической точки зрения, книга жизни может быть использована как средство для высвобождения сильных эмоций, относящихся к событиям прошлой жизни ребенка, особенно к утрате или отрыву от родителей. Составляющая книгу взрослый сможет отделить чувства от поведения, которое демонстрирует ребенок, его родители или другие взрослые. Книга жизни дает возможность узнать прошлое и настоящее семьи, связывает его, помогая ребенку понять, каким образом события прошлой жизни влияют на его нынешнее положение и поведение. Каждый раз, читая книгу жизни, ребенку свойственно воспринимать информацию немного иначе в соответствии с уровнем интеллектуального развития и психологических потребностей на данный момент времени. Послание, которое мы стараемся передать ребенку, выслушивая его и помогая создавать его историю, «Ты важен», «Твои мысли и чувства важны». Итак, книга жизни может представить хронологию жизни ребенка, помочь ребенку рассказать другим о своей жизни, определить связи между прошлым, настоящим и будущим, повысить самооценку и способствовать формированию денсичности, помочь при разрешении проблем, связанных с отрывом от семьи, помочь ребенку осознать и разобраться в сильных переживаниях в связи с событиями в прошлом, усилить привязанность к новым значимым людям, повысить доверие к взрослым, отделить реальность от фантазии и содержания магического мышления, понять хорошие и плохие стороны жизни своей кровной семьи. Предлагаемый к рассмотрению метод «Книга жизни» является продуктом практического опыта и важной составной частью программы психологического сопровождения детей-сирот и опекунских семей. Основная цель работы с пособием «Книга жизни» заключается в том, чтобы дать в руки родителей и специалистов инструментарий для реализации конкретной формы работы с историей жизни детей-сирот и приемного ребенка, создания «Книги жизни». Итак, «Книга жизни» – это напечатанная в типографии рабочая тетрадь. Так выглядит титульный лист, он перед вами на экране, где есть главы, посвященные прошлому, настоящему, будущему воспитанника детского дома или приемного ребенка с целью реконструкции личного опыта ребенка. Акцент сделан на его прошлом, но темы настоящего и будущего также представлены. В «Книгу жизни» дети вклеивают копии документов, фотографии, памятные открытки, записки, билетики и так далее. Если никаких вещественных свидетельств о родителях и о прошлом не сохранилось, то дети наполняют альбом рисунками, записками и письмами к родным. Так у детей-сирот и приемного ребенка появляется прошлое, которое они переживают при поддержке специалистов. Предлагаемая «Книга жизни» призвана восполнить дефицит психологических пособий для работы с воспитанниками учреждений для детей-сирот. По каким бы причинам ребенок не попал в детский дом, у ребенка есть прошлое, есть жизнь до сиротского учреждения, есть семейная история, мама, папа. С этими воспоминаниями детям необходимо научиться работать. По «Книге жизни» психологи работают и с настоящим ребенком, с его ощущением здесь и сейчас, с его чувствами по отношению к тому, кем он является, где находится, и, конечно, с видением будущего. «Книга жизни» распространяется бесплатно. Я имею в виду электронный вариант. Заявку на ее получение можно оформить на сайте благотворительного фонда «Дети наши». Если вы работаете с детьми-сиротами и опекунскими семьями, и вам потребуется это пособие, пишите руководителю программы «Не разлей водам» Диане Зевиной. На этом сайте вы найдете адрес электронной почты Дианы Зевиной и в письме укажете учреждение, где будут работать с пособием и необходимое количество экземпляров, и заявка будет оформлена. Итак, а сейчас давайте подробно поговорим о том, как работать с «Книгой жизни». Итак, цель работы с «Книгой жизни» — это осознание ребенком целостной картины своей жизни. И задача — это реконструирование событий в жизни ребенка до попадания в учреждение, помощь ребенку в осознании принятия своего настоящего, помощь ребенку в планировании своего будущего, содействие ребенку в развитии навыков саморефлексии, психологическая поддержка и поиск внутренних ресурсов. Так, и теперь описание «Книги жизни». По своему оформлению «Книга жизни» — это книжка-раскраска. Жизнь у всех детей, как и у всех людей, разная. Авторы постарались отразить это и в оформлении, отказавшись от цветных иллюстраций, кроме заглавных буквиц на обложке. Побуждайте ребенка самому раскрашивать сюжетные рамочки по краям страниц, полостные иллюстрации перед началом раздела, саму обложку. Необходимо только обеспечить ребенка хорошо заточенными карандашами и уверенностью, что у него все получится. И сейчас хотела бы немножко рассказать о структуре «Книги жизни». «Книга жизни» состоит из четырех разделов. Это «Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое будущее». А предваряет работу над этими основными разделами водная часть. Начинать нужно именно с водной части. После того, как она пройдена, ребенку предлагается самостоятельно выбрать, с чем ему работать дальше. Иногда детям бывает более безопасно начать с настоящего или даже с будущего. И только в процессе, когда доверие к ситуации и взрослому установлено, уже можно подойти к теме прошлого. Чтобы было проще ориентироваться в том, какой раздел, где начинается и заканчивается, у разделов сделаны цветные контуры. Для каждого свой цвет. Вводная часть имеет коричневый цвет, «Мое прошлое» — синий, «Мое настоящее» — зеленый и «Мое будущее» — красный. В конце каждого из основных разделов, это «Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое будущее» — оставлено четыре свободные страницы, то есть два листа, для того, чтобы ребенок внес туда что-то особенное в своем прошлом, настоящем и будущем, чего никак не охватить общими для всех заданиями. Если вдруг так окажется, что у ребенка нет никаких предложений, то просто можно оставить эти страницы свободными. Придет время, и ребенок сам запишет там то, что посчитает нужным. Структура страницы у нас следующая. Одна страница раздела — это, как правило, одно задание, где ребенку предлагается о чем-то вспомнить или поразмышлять, сделав рисунок, вклеив фотографию или ксерокопию и записать свои мысли. У всех страниц одинаковая структура. В верхней части приводится название задания. Внизу, рядом со зверьком, сам текст задания. С внешнего края страницы предложена сюжетная рамка, которую дети могут раскрашивать. И центральная часть страницы отведена для выполнения задания. Авторы метода предлагают работать над книгой жизни в индивидуальном порядке. Дело в том, что у детей в учреждении слишком много всего коллективного. Они коллективно учатся, коллективно отдыхают, коллективно принимают пищу. Работа один на один со специалистом, общение один на один с заинтересованным взрослым несет в себе важный смысл и дополнительную пользу для ребенка. Групповая работа над некоторыми заданиями книги жизни не отрицается. Интерактивный формат работы может подойти для заданий древородом, семейной реликвием, семейная поваренная книга, то, что дает мне силы, то, что я могу, и другие. Но групповым занятиям по этим темам обязательно должна предшествовать индивидуальная работа над соответствующим заданием книги жизни. Вот, например, как можно построить работу по заданию семейная поваренная книга, объединив индивидуальную и групповую ее формы. Сначала нужно выполнить задание с ребенком, узнать у него любимое блюдо, найти и записать рецепт. Проведя эту предварительную работу с несколькими детьми в индивидуальном порядке, имеется в виду, можно устроить общее застолье, на котором ребята смогут сами приготовить и угостить друг друга разными вкусностями. Задание древорода также не исключает групповых форм работы. Сначала нужно составить гинограмму с ребенком, а потом устроить семейный вечер, где каждый воспитанник сможет рассказать о своей семье. При планировании такого формата можно продублировать изображение получившегося древорода на большой лист ватман, флипчат, чтобы сделать более наглядный и, возможно, более подробный последующую презентацию. При групповой работе над этим заданием его также можно объединить с заданием «Я и люди моего рода». Формат работы над книгой жизни предполагает двух основных участников. Это ребенка и взрослого. И здесь хотелось бы уточнить, что ребенок это воспитанник учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, возраст от 7 до 12 лет. В отдельных случаях, которые авторы оставляют на усмотрение уже специалистов, возможно, работа с детьми от 5 лет. Книга жизни может быть использована с детьми, оставшимися без попечения родителей, перешедшими на воспитание в замещающие семьи. Но и в данном случае авторам также рекомендуют, чтобы работу по данной книге с ребенком осуществлял квалифицированный психолог. И помощник, взрослый. Авторы метода рекомендуют, чтобы в качестве помощника при создании книги жизни выступал квалифицированный психолог. Работа над книгой жизни связана с проработкой личного опыта ребенка, в том числе травматичного. Специалист должен знать, как правильно отреагировать на те или иные проявления ребенка. Кроме того, часть заданий книги жизни основана на известных психологических методиках, которые правильно провести и глубоко интерпретировать может только квалифицированный специалист. Не рекомендуется отдавать ребенку предлагаемую книгу жизни для самостоятельной работы. Участие взрослого при работе над книгой жизни создает ту самую зону ближайшего развития, когда у ребенка получается сделать что-то лучше и больше, чем у него получилось бы в одиночестве. Взрослый мотивирует ребенка к работе, подбадривает, поддерживает, дает дополнительные разъяснения к заданиям. Кроме этого, работа над некоторыми заданиями книги жизни предполагает предварительную работу взрослого, то есть сбор информации, поиск фотографий, изготовление ксерокопии из документов. Эту часть работы может делать социальный педагог учреждения, который не просто собирает и готовит необходимую информацию, но и в ряде случаев может выходить на личный контакт с ребенком при выполнении того или иного задания книги жизни. Отдельно хочется обратить внимание на значимость обмена личным опытом между ребенком и помощником. Если это будет естественно и органично для помощника, можно делиться с ребенком своими воспоминаниями о родителях, друзьях, семейных праздниках и прочее. Это сделает контакт более надежным и расширит представление ребенка о мире. И основные советы для взрослого помощника при работе над книгой жизни. Это старайтесь искать положительные и жизнеутверждающие моменты во всем, в прошлом, настоящем, будущем ребенком. Правда ищется не для того, чтобы она раздавила ребенка, а для того, чтобы она стала доступной, понятной, контролируемой. В самых трудных жизненных обстоятельствах ребенком, ищите то, что помогло ему их выдержать. Воспринимайте себя именно как помощника на пути ребенка в осмыслении себя и своей жизни. Работа с книгой жизни это квест, настоящее путешествие, приключения, ведь ребенку предстоит так много пройти и столько всего узнать. Во всех волшебных сказках рядом с главными героями обязательно бывают незаменимые помощники. К работе над книгой жизни стоит обращаться не чаще одного, максимум двух раз в неделю. Длительность одного занятия по книге жизни не более одного часа. Оптимальный охват заданий за один раз 4-5. Иногда, особенно в самом начале работы над книгой жизни, ребенок может демонстрировать большой энтузиазм и предлагать заниматься чаще и дольше. Такой повышенный энтузиазм может быстро угаснуть и потом ребенка будет уже трудно склонить к систематической работе. Итак, предварительная работа. Взрослому сначала необходимо самому пройти книгу жизни, хотя бы мысленно. Это поможет оценить остроту отдельных заданий и понять уровень необходимой предварительной подготовки для каждого конкретного задания. А также подскажет дополнительные вопросы, которые можно обсудить по той или иной затронутой теме. В разделе по страничной рекомендации по работе над книгой жизни восклицательным знаком отмечены те задания, к работе над которыми нужно готовиться дополнительно, собирать информацию, делать фотографии, снимать ксерокопии. Большая часть таких заданий приходится на раздел «Мое прошлое». В этом разделе не дублируются формулировки текста заданий, которые предложены на страницах самой книги жизни. Здесь приводится дополнительная информация, которая может объяснить значение того или иного задания и расширить контекст работы над ним. И теперь более подробно. Вводная часть. Вводную часть входит восемь заданий. Основная их направленность это познакомить ребенка с предстоящей работой по книге жизни и освоить темы, которые носят базовый характер. Имя, дата рождения, отношение к своему настоящему, прошлому и будущему. Рассказ о том, что потребуется для создания книги жизни, можно подкреплять демонстрации этих объектов, журналы, фотографии, ксерокопии. Полистайте книгу жизни вместе с ребенком. Пусть он сам научится определять, где ему нужно будет что-то рисовать рамки, а где что-то писать строки. Для работы над страницей «Моя фотография» необходима фотография ребенка. Желательно заранее приготовить недавнюю его фотографию или можно ее специально сделать в ходе первого занятия. Потом распечатать и вклеить в отведенное время. До начала работы над страницей «Мое имя» нужно собрать дополнительную информацию о значении имени ребенка и о том, каких известных людей зовут также. Какая хорошая поддержка для ребенка узнать, что его имя несет положительный смысл. Также для ребенка важно, может быть, важно узнать, что такое же имя, как у него было или есть у известных полководцев, поэтов, путешественников, святых. Расскажите ему об этих людях. До начала работы над страницей «Мой возраст» нужно собрать дополнительную информацию о дате рождения ребенка, а также узнать, чем известна эта дата, получить интересные сведения о дате и годе его рождения. При этом можно вбить эти сведения в поисковую строку Яндекс или воспользоваться ресурсом Википедия. Выберите для рассказа ребенку все самое интересное. Очень важно найти и заранее снять копию свидетельства о рождении ребенка. Этот документ содержит много важной информации, которую можно и нужно знать каждому ребенку. Кроме того, наличие этого документа может поддержать ребенка, внушив ему чувство уверенности и дав ощущение стабильности. Он существует, он важен, у него, как у взрослого, есть настоящие документы. Страница «Три цвета времени» предваряет страницу, на которой ребенок будет выбирать тему, из которой он будет продолжать свою работу над книгой жизни. Мое прошлое, мое настоящее, мое будущее. Рисунки, нарисованные ребенком на этой странице, помогут объяснить психологу его последующий выбор и послужат ценным диагностическим материалом. Далее идет страница «Мой план», чтобы ребенку было более понятно, между чем он выбирает. Еще раз плестайте с ребенком книгу жизни, обратив его внимание на то, какие задания будут в разных разделах. Раздел «Мое прошлое». Начинать работу над книгой жизни с прошлого это хронологически весьма верно. Не исключено, что именно раздел «Мое прошлое» будет составлять главный или даже единственный интерес ребенка к этой работе. со страницы «Когда я только родился», начинается работа над темой прошлого ребенка. Потребуется предварительная подготовка. Во всяком случае, нужно будет найти изображение симпатичного новорожденного малыша и запастись клеем, чтобы приклеить картинку, а также получить сведения из медицинской карты о весе и росте ребенка при рождении. Но основную часть задания можно и нужно делать вместе с ребенком. Заранее продумайте, как будете взвешивать ребенка, измерять его рост, помогите ребенку рассчитать, сколько он прибавил в весе и росте за прошедшие годы. Если ребенок не может этого сделать самостоятельно, сами рассчитайте эти показатели, наглядно показав ему, как это делается. Возможно использование калькулятора. Работа над заданием «Место, где я появился на свет», также требует предварительной подготовки. Нужно заранее узнать, где родился ребенок, название местности, номер роддома, опять же, если есть такая возможность. А вот поиск соответствующих изображений можно осуществить вместе с ребенком. Для этого рекомендуется рассказать ребенку о принципах поиска информации в интернете, а потом вместе с ним набрать в поисковой системе Яндекс имеющееся название. Если фотографии роддома таким способом или каким-нибудь другим раздобыть не получается, можно в отведенное место вклеить изображение местности, откуда ребенок родом, фото города или села. Информация о том, как зовут, звали родители, есть свидетельство о рождении. Более развернутая информация должна содержаться в личном деле. Ребенку будет интересно узнать, сколько лет было его маме, папе, когда он родился. Пусть ребенок запишет, что ему еще известно о матери, отце. Это могут быть какие-то личные его воспоминания или информация от помощника. На странице «Моя семья» представлено место для выполнения известного рисуночного теста «Моя семья». Его интерпретацию предлагают различные интернет-ресурсы и сборники психологических тестов. Специалистам интересно будет сопоставить данные, по этому тесту и информацию, которая будет получена в ходе работы со следующим заданием «Древо рода». Задание «Древо рода» представляет собой упрощенную для детей модификацию метода составления генограммы. Помогите ребенку вписать в соответствующие листики его имя и имена его родственников, чтобы правильно указать имена бабушек и дедушек, и тем более имена прабабушек и прадедушек. Скорее всего, нужно проделать предварительную поисковую работу. Ребенку важно почувствовать за своей спиной целый род. Он не случайно на этой земле. Для того, чтобы он смог появиться на свет, должны были встретиться и полюбить друг друга, его предки. Для того, чтобы на древе рода указать родных братьев и сестер ребенком, его дяди и тетям, двоюродных братьев и дедушек, особенно если ребенок признает их значимыми лицами, нужно аккуратно вырезать из цветной или белой бумаги дополнительные листики такого же размера, подписать их и приклеить на нужное место. Задание на странице «Я и люди моего рода» имеет важный терапевтический смысл. Поблагодарить своих родственников значит разомкнуть круг сплошных обид, которые часто складываются у детей-сирот. Помогите ребенку сформулировать, за что он может быть благодарен своим родственникам. Если это вызывает очень большие трудности, наведите ребенка на мысль, что можно быть благодарным за сам факт своего рождения. Также пусть ребенок напишет, за что он может гордиться своими родственниками, стоит подключить социального педагога для поиска необходимой информации. Например, может оказаться, что у ребенка, чьи родители были лишены родительских прав за асоциальный образ жизни, прадедушка был героем Великой Отечественной войны. На странице «Люди, которые всегда со мной» ребенку предлагается вспомнить значимых людей, которые играли большую роль в его жизни. Отдельно обратите внимание ребенка, что здесь можно вспоминать не только родственников. На этапе предшествующем нахождению ребенка в учреждении для детей-сирот у детей могут складываться какие-то особо доверительные отношения с кем-то из соседей, со школьной учительницей, с друзьями, с родителями кого-то из одноклассников. Впоследствии социальному педагогу стоит разыскать этих людей. Возможно, они смогут поддержать ребенка в учреждении для детей-сирот и, может быть, даже забирать на каникулы или выходные. На странице «Я вспоминаю» предлагается вспомнить свое самое первое воспоминание и самую первую любимую игрушку. Обсудите с ребенком все, что ему удалось вспомнить. Расширьте контекст самого первого воспоминания. Когда и где это было? Что сейчас с людьми, которые, возможно, фигурировали в рассказе ребенка? Рассказ ребенка о первом воспоминании позволит больше понять про его прошлое. Поспрашивайте его о любимой игрушке. Фото любимой игрушки можно поискать вместе с ребенком в интернете. Когда она будет наклеена, распечатайте это изображение и вклейте в отведенное место. это доставит ребенку много положительных эмоций. Страница «Дом», в котором поможет ребенку актуализировать информацию, связанную с дорогими для него местами. Большой психологической поддержкой ребенку станет, если удастся сделать фотографии мест, где он жил раньше и где ему было хорошо. можно также попытаться найти изображение этих мест в интернете. Пусть он подпишет, что это были за места. При полной невозможности предоставить фотографическое изображение этих мест, можно попросить ребенка их нарисовать, но предполагаемый положительный эффект от выполнения данного задания, скорее всего, будет ниже. следующая страница праздник, который всегда со мной. Традиции имеют важное значение в жизни человека. Особенно ярко традиции проявляются в том, как отмечаются семейные праздники. Поговорите с ребенком о том, как раньше отмечались праздники в его жизни, что обычно готовили, кого приглашали, когда и как дарили подарки и так далее. Если у ребенка сохранились фотографии с одного из таких праздников, попробуйте сделать с него копию и вклейте в отведенное место. Если же такой фотографии нет, что более вероятно, попросите ребенка нарисовать, как проходили праздники. Возможно, оставленного для рисования места окажется недостаточно, тогда задействуйте один из пустых листов в конце раздела «Мое прошлое». Если при перемещениях ребенка из учреждения в учреждение, из учреждения в семью будут учитывать традиции его прежней жизни, то процесс адаптации на новом месте пройдет успешнее. Страница «Семейная поваренная книга». У каждого из нас есть воспоминания о блюдах, которые мы очень любили в детстве, но которые нам уже не попробовать. Бабушкины пирожки, самодельная пастила или еще что-то. Поговорите с ребенком о той вкусняшке, которая осталась для него только воспоминанием. Найдите по возможности рецепт этого блюда, возможен поиск нужного рецепта в интернете. Важно не просто собрать всю необходимую информацию о рецепте, но и действительно приготовить это блюдо, угостив друзей и разделив таким образом с ними радость. страница «Семейная реликвия». Вы уже вспомнили, какая вещь представляла особую ценность вашей семье, что это было, кому принадлежала эта вещь. Обсудите эти вопросы с ребенком, найдите фотографию или пусть ребенок нарисует самостоятельно. При выполнении этого задания становится особенно очевидным, как важно самому заранее пройти задание книги жизни, прежде чем приступать к работе с ребенком. Детям бывает интересно узнать, какие заболевания им пришлось преодолеть, когда они были совсем маленькими. Вот оказывается, через что мне пришлось пройти, может подумать ребенок и подумать с восхищением. Поищите эту информацию в медицинских картах о разных физических травмах, ожоге, порезе, переломах. Дети могут рассказать сами. Мальчишки так вообще иногда гордятся тем, как круто им когда-то пришлось. На странице это было со мной, запишите имеющееся сведения. Отдельно обращаю внимание на то, что речь в этом задании идет именно о заболеваниях и травмах, перенесенных давно, возможно, в раннем детстве. Теме актуального состояния здоровья посвящено задание «Мое здоровье» в разделе «Мое настоящее». необходимость задания «Линия жизни» определяется тем, что часто у воспитанников учреждения царит самый настоящий хаос в понимании того, как складывалась их жизнь. События их и биографии могут перемешиваться, накладываться одно на другое, наконец, вытесняться. Внезапный отрыв от кровных родителей, перемещение из одного учреждения в другое, отказы принимающих родителей. Все это часто проходило без каких-либо объяснений, ритуалов прощания. Это задание авторы метода специально поставили в конце раздела «Мое прошлое», когда ребенок уже может немного привыкнуть вспоминать то, что с ним было. Но возможно и даже к сожалению, скорее всего, ребенок может не справиться с задачей хронологии событий. Поэтому здесь нужна предварительная работа специалистом, то есть изучение личного дела. Начало линии жизни – это рождение. Не рекомендуется на одной линии жизни отмечать реальные события и события будущего, то есть запланированные обстоятельства. Если ребенок хочет зафиксировать то, чему еще только предстоит свершиться, выделите для этой задачи свободный лист из раздела «Мое будущее». Сами нарисуйте линию, отметив, что ее начало – это сегодняшний день. Задание «Линия жизни» идет в паре с заданием «Это то, что я возьму с собой». Здесь специалист может оказать большую помощь ребенку, проработав со смыслами тех событий, которые уже выявлены в жизни ребенка. То, что не убивает нас, делает нас сильнее, сказал Ницше. Каждое событие жизни имеет свой смысл, и даже самые тяжелые обстоятельства могут иметь не только негативное влияние на всю последующую жизнь. Очень важно найти как можно больше ресурсного в прошлом. все основные разделы книги жизни «Мое прошлое настоящее», «Мое будущее» заканчиваются похожими по типу заданиями, направленными на поиск в поведении ребенка достойного в прошлом, настоящем, будущем. В задании «Я горжусь» предлагается поговорить с ребенком о том хорошем, что ему удалось сделать когда-то давно. Возможно, прошлым летом он не дал обидеть котенка, не дал этого котенка в обиду уличным мальчишкам, или целую неделю сам заботился о маленьком братишке, потому что родители это делать были не в состоянии. Ребенок, который сидит рядом с вами, действительно большой молодец. Помогите ему почувствовать это. Далее идут свободные листы, эти страницы специально оставлены свободными, потому что в ходе работы с разными детьми могут и должны даже возникнуть разные новые темы, которые будут нуждаться в дополнительной проработке. Если у ребенка особенно запутанная и сложная история перемещения, стоит продолжить работу над хронологией событий на этих страницах. Свободные листы можно также использовать для создания рисунков к заданиям. Если отведенного для этого места на той или иной странице недостаточно. Если нет идей, чем заполнить свободные листы, просто оставьте их пустыми, придет время, и ребенок сам решит, чем их заполнить. Следующий раздел это мое настоящее. Если ребенок начал с этого раздела, значит, у вас есть возможность лучше понять то, что сейчас происходит с ним и составляет круг его интересов, прежде чем двигаться вглубь, мое прошлое или вверх, мое будущее. Кроме того, сфера настоящего, наиболее доступная для вас сфера жизни ребенка, у вас будет возможность понять, как ребенок интерпретирует знакомые и вам факты, обстоятельства, что позволит точнее воспринимать его оценки событий прошлого и помочь им лучше понять имеющиеся мечты и планы на будущее. И общее количество заданий этого раздела 15. Страница сейчас я живу здесь. Кроме задач по реконструкции прошлого не меньшее значение имеет помощь в анализе настоящего. Помогите ребенку посмотреть в глаза тому, что сейчас с ним происходит. Придет время и настоящее обязательно станет прошлым. И лучше сразу его охватить и принять, чтобы потом не собирать по крупицам то, что уже и так стало неотъемлемой частью жизненного опыта. На данной странице предлагается помочь зафиксировать то место, где сейчас живет ребенок. Эту фотографию сделать совсем несложно и написать несколько слов о своей комнате или в целом об учреждении, если речь идет об учреждении, то тоже вполне возможно. Дальше задание «Люди, которые сейчас со мной». Представляет собой одну из модификаций метода социограммы, автор модификации Жуйкова Екатерина Борисовна. Задание позволяет наглядно увидеть, каких людей в своей жизни ребенок считает особенно важными, а каких менее. По следующему анализу необходимо подвергнуть размер выбранных кружочков для тех или иных людей, цвет кружочков и степени удаленности от кружочка, символизирующего самого ребенка. Следующая страница «Распорядок дня». Распорядок дня – вещь весьма специфичная для учреждения. Интересно ее не только зафиксировать, но и обсудить ребенка с ребенком, что в этом распорядке дается ему с наибольшим усилием, что ребенок предложил бы сделать немного по-другому, что ему нравится в существующих порядках. Поговорите с ребенком о том, что в жизни все меняется и что настанет время, когда типичный день будет выглядеть совершенно иначе. Если это будет для вас естественно и органично, поделитесь с ребенком информацией о том, как выглядит ваш день. Страница «Мое свободное время». У детей обязательно должно быть свободное время, то есть время, когда они предоставлены сами себе и могут заниматься своими собственными делами, которые бывают даже у самых маленьких детей. к сожалению, в учреждениях часто наблюдается дефицит того самого свободного времени. Тем важнее поговорить с ребенком о том, что ему удается делать в свое свободное время. Обсудите также и то, на что этого времени категорически не хватает. При желании расскажите, как вы проводите свое свободное время. на странице праздники сегодня мы снова возвращаемся к теме традиций, которые весьма ярко проявляются при отмечании праздников. Снова, если ребенок начал работу свою над книгой жизни с раздела «Мое прошлое». В рамках задания предлагается собрать информацию о праздниках, которые сейчас есть в жизни ребенка. У ребенка может не быть ни одной фотографии с такого праздника, несмотря на то, что фотографии часто делаются сотрудниками учреждения или волонтерами, непосредственно детям они редко предоставляются. Наличие фотографий, уважение к ним, уважительное отношение со стороны взрослых позволит ребенку лучше принять свою жизнь в учреждении. Можно запланировать фотосъемку ребенка в ходе ближайшего праздника. Страница «Мои друзья». Жизнь детей в детском учреждении по определению приводит к очень большому и излишне частому общению со сверстниками. Между тем психологами отмечается частая поверхностность таких контактов. Попробуйте при работе по данному заданию поговорить с ребенком о дружбе. Кто такой друг? Что мы можем делать для своих друзей? По возможности поделитесь какими-то своими личными историями, связанными с темой дружбой. Задание на странице «Моя внешность» можно рассматривать как парное задание на следующей странице «Мои чувства». Здесь ребенку оказывается помощь в осознании характеристик своей внешности, цвет волос, размер обуви и прочее. А на следующей странице ребенку предлагается проанализировать свои чувства, вернее оценить причины возникновения тех или иных эмоциональных состояний. Помогите ребенку правильно описать свою внешность, так как возможно возникновение трудностей, например, при оценке размера одежды, при описании формы носа и прочее. Страницы «То, что я люблю» и «То, что я не люблю» эти страницы парные. Фактически они отзеркаливают друг друга. Ребенку предлагается подумать над тем, что он любит и что он не любит, причем в одних и тех же сферах жизни. Несмотря на кажущуюся легкость или простоту таких заданий, дети могут испытывать определенные трудности с их выполнением. Страницы «То, что дает мне силы, то, что я могу» задания на этих двух страницах также по своей сути являются парными. Задание на первой странице предполагает выявление тех ресурсов, которые дают ребенку силы жить дальше. Обратите особое внимание ребенка на то, что способствовать этому могут очень разные вещи и явления. Это могут быть люди, воспоминания, мечты. Очень важно примерить это задание, как и другие, на себя. Подумайте над тем, что дает лично вам силы жить дальше. страница «Мое здоровье». Обращение к теме здоровья есть также в задании, это было со мной в разделе «Мое прошлое», я уже говорила об этом. Но в том задании предлагается вспомнить о заболеваниях, недугах и физических травмах, которые были когда-то давно, возможно, в самом раннем детстве. В задании «Мое здоровье» предлагается обсудить текущее состояние здоровья. Важно сделать акцент на рекомендациях, полученных от врача. Возможно, ребенку нужно пить определенные лекарства или соблюдать строгую диету. Помогите ему осмыслить эти рекомендации, принять их, лучше запомнить. Описание медицинских диагнозов скопируйте и вклюйте в отведенное место. Задание на странице «Мое настроение». Можно обсуждать с ребенком в паре с предыдущим заданием. Поговорите с ребенком о том, как могут соотноситься здоровье, то есть физическое состояние и настроение, то есть душевное состояние. Может ли плохое состояние здоровья отражаться на настроении и может ли хорошее бодрое расположение духа положительно влиять на здоровье. В задании я могу гордиться тем, что совсем недавно я предлагаю поговорить с ребенком о том хорошем, что ему удалось сделать совсем недавно, за последние дни, а еще лучше прямо сегодня, то есть его непосредственно в настоящем и, свободные листы. Следующий это раздел «Мое будущее». Весь этот раздел, начиная с самого первого задания, потребует от ребенка внутренней свободы, потому что придется фантазировать и мечтать о том и планировать то, что еще никогда не было. Безусловно, это может лучше получиться, если ребенок будет уже подготовлен в предшествующей проработке его прошлого и настоящего. Но если ребенок начал работу в книге жизни с раздела «Мое будущее», то это в свою очередь может задать позитивный настрой всей последующей работе. Кто из нас не любит фантазировать и мечтать? И страница «Я хочу быть». Возможно, ребенок примется задавать уточняющие вопросы. А это когда, сколько мне будет лет? Имеется в виду по профессии. Лучше не давать никаких направляющих ответов. Пусть ребенок нарисует себя так, как он это понял. А уже потом, когда рисунок будет готов, попросите ребенка поподробнее рассказать, что это за человек, сколько ему лет, какая у него профессия, есть ли у него семья, собака, о чем он мечтает, какое у него настроение, где он живет, что он вспоминает из своего детства и так далее. Цель задания «Когда я вырасту обсудить с ребенком, что бы он обязательно хотел сделать в будущем, а чего нет. Известно, что ни от чего нельзя зарекаться, поэтому предлагаю более подробно обсудить именно второй пункт, а что будет, если нежелательно все-таки случится, как можно будет исправить сложившуюся ситуацию, какие меры нужно будет предпринять, чтобы такое не повторилось. Страница «Моя будущая семья». Здесь обсудите с ребенком, какую бы семью он хотел создать. При случае посмотрите с ребенком мультипликационный фильм «В гости к Робинсона». Это хороший мультипликационный фильм о ребенке-сироте с острым сюжетом и элементами фантастики. Главный герой ребенок, отправившийся на поиски своей кровной семьи с помощью машины времени, попадает в предыдущее, где случайно знакомится со своей будущей семьей, видит жену ребенка. Вера в будущее это то, что может в значительной степени компенсировать потери прошлого. Страница «Мои будущие путешествия». Здесь поговорите с ребенком о месте, куда бы ему хотелось поехать. Поищите вместе с ним в интернете, в книгах или журналах информацию об этих местах, совместно посмотрите фото этих мест, обсудите как лучше подготовиться к поездке. Это позволит подкрепить мечту реальными планами по ее воплощению. Страница вопроса, ответа на которые я бы хотел получить. Здесь помогите ребенку сформулировать эти вопросы. Отдельно уточните, что эти вопросы не могут быть адресованы лично вам. Это те вопросы, ответы на которые ответит сама жизнь тем или иным развитием событий. И свободные листы. Метод книга жизни имеет свое тематическое планирование и предполагает обязательное психологическое сопровождение, как я уже говорила. Первая тематическая встреча, названная «Линия жизни», посвящена диагностике актуального эмоционального состояния ребенка и его представление о том, что с ним произошло. Необходимо вести ребенка в предстоящую деятельность, затем помогаем ему найти себя на линии жизни. Вторая встреча, это «Вперед в прошлое», решает задачу формирования положительного образа прошлого, его принятия через реконструкцию истории семейной системы ребенка. Воспроизводим историю встречи родителей ребенка, создаем их положительный образ. На странице ребенок приклеивает заранее выбранные фотографии отца и матери, пишем историю моей родители. Следующие встречи также решают задачу формирования позитивного образа прошлого темы. «Я родился», что в имени моем, город, в котором я родился, я расту. Эти темы позволяют создать позитивный образ «Я ребенка». Не существует правильных или ошибочных способов создания книги жизни. Как уникальны каждый ребенок и его личная история, также неповторима всякая книга жизни. Некоторые дети предпочитают начинать с самого начала, со своего рождения или даже с предшествующих этому событий, включая, например, знакомство их кровных родителей. Другие охотни начинают с настоящего момента, говоря о семье, в которой живут, школе, друзьях, предпочтениях и даже неприязнях. Порой дети начинают и с разговора о планах на будущее. В каждом из этих подходов есть свои преимущества. Помните, что основная цель книги жизни это сохранение памяти о семье. Действуйте творчески и получайте удовольствие. Но независимо от того, одна фотография или сотни, книга жизни это чудесная возможность поисследовать эмоции и чувства ребенка, связанные с его путешествием в семью, так же, как и путь для сохранения семейной истории и памяти. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. субтитры